За каждым добрым делом обязательно стоит добрый человек. Сегодня мы расскажем сразу несколько историй, в каждой из которых фигурирует один очень неравнодушный человек. Наш первый герой Елена Агабозова. Она живет в Волиходово в недостроенном родительском доме. Женщина одна воспитывает девятерых детей. На жизнь зарабатывает шитьем, однако этого едва хватает, чтобы прокормить большую семью. Для детей всегда то подшибало, то что. Но вот чтобы зарабатывать, для меня этого никогда не было. Но потом, когда жизнь заставляет, начала с кукол. Меня попросили в садик шить одну куклу. А потом я шила постельное белье, в инстаграм выложила и пошли заказы. Хоть маленькие, но копейка же есть все-таки. Много лет женщина пыталась получить собственное жилье. Обращалась в различные инстанции, но все безуспешно. А в прошлом году написала письмо на имя Русланбека Икаева. Ответ не заставил себя долго ждать. Женщине сообщили, что теперь уже глава муниципального образования за свой счет приобрел для многодетной семьи квартиру во Владикавказе. Ну вот две комнаты, реально мы в них ютимся. Мои шестеро детей. Старшие с бабушкой пока бывают, потому что по решению суда половина там, половина здесь. И как бы раскладываем все и так ютимся. Мне как бы нечего прятать. Аналогичный подарок Икаева получила Джульетта Джагаева. Она с сыном пострадала во время теракта на центральном рынке Владикавказа в 2009 году. Женщина тоже обратилась за помощью к председателю городской думы, и он вновь не отказал. Теперь Джульетта Джагаева с сыном будут жить в просторной однокомнатной студии с капитальным ремонтом. Попала на прием к нему, в какой день он сказал, и подарил квартиру. Дай Бог ему здоровья. Вы знаете, это даже до сих пор не верится, что вот больше по квартирам не придется скитаться. На одну зарплату медсестры дом не купишь. В Осетии, если таких сыновей будет больше, нам, простым людям, будет жить проще. Благодаря добру и нервонодушию Руслан Бека и Икаева ключи от долгожданных квартир получили 147 обманутых дольщиков. Два года назад во Владикавказе на улице Астана Кисаева возобновилась стройка многоквартирного дома. И все за счет мецената. Тогда он еще был в должности министра строительства и архитектуры Северной Осетии. Руководством республики было принято решение помочь дольщикам. И мы сегодня видим, что права обманутых дольщиков данного дома восстановлены. Было обращение помочь Гобозовой. У нее 9 детей. И мы решили в этом доме ей подарить квартиру. Была свободная площадь. Мы ей отремонтировали квартиру и подарили. Все герои нашего сюжета будут жить в одном доме на Астане Кисаева. Они официально получили ключи от квартир. По их словам, иначе как чудом это и не назовешь. Елена Черенкова, Савелий Зангеев, Осетия Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова